сегодняшний наш урок посвящается такой теме как я его все это чувство такое опять же беря из аятов кураном жок мы постараемся немного об этом поговорить и так познай мой дорогой брат ключ истины вселенной находится в руках человека хотя двери мира открыты духовно они закрыты то есть как ведь вроде бы человек видит все когда все для всех все открыто но не каждый может увидеть там доказательства едино божия бытия единства творца не каждый может увидеть проявление прекрасных божественных имен не каждый может понять смысл вселенной то есть именно это с этой точки зрения они закрыты всевышний аллах дал человеку ключ под названием я это у нас чувство есть например я мое что-то нам кому-то принадлежит открывающие все двери и скрытые сокровищницы однако сама я это эго является загадкой закрытыми дверями если откроются его двери то есть этого эго то есть мы поймем как она что она для как его правильно использовать то распахнуться и двери вселенной да всевышний аллах дал человеку некий эгоизм своего рода свободу чтобы он сделал этот эгоизм чтобы человек сделал этот эгоизм воображаемые единицы измерения для познания качеств абсолютного управления и заботы всевышнего например на самом деле что такое принадлежащее человеку нет это все принадлежит слышно вашу он создатель даже наше тело нам не принадлежит но у нас такое чувство есть и что то есть доверенная нам со стороны всевышнего для чего чтобы познавать истинное владение всевышнего как он например сотворяет управляет и так далее чтобы позвать этих маленьких примерчиков познавать истинные качества творца или допустим такие качества видеть слышать говорить то есть со всеми этими тонкими разными такими моментами познавать творца у этого я то есть эго являющиеся тонкой нитью в одежде сущности человека если человека представить как например какую-то одежду то это я в нем занимает размер одной нитки разумные черстинки в ковре его бытия и буква алиф книги личности человека и у него есть две стороны то есть если как представить на арабском скажем это книга как у человек это я его занимает в нем размер одного алифа то есть одной буквы но очень важного алифа который имеет очень большие значения и имеет две стороны 1 обращена к добру в этой стороне она лишь воспринимает дарованы и не является действующим лицом человек мир скажет говорит я счет например пожертвовал скажем какой-то милостыню совершил но чтобы совершить это милостыню вообще во первых всевышний создал нас создал то что ты хочешь подарить и дал такое тебе желание хорошие какие-то например нравы чувства желание подарить после ты подарил то есть там твоей реальной части очень мало только воспринимать как бы не по лишь бы не портить то что даровано всевышний но всевышний конечно за это еще и вознаграждает от своей щедрости но на самом деле очень там незначительная функция только после воспринимать то есть не исказить хотя бы другая же его сторона этого эго обращена козлу в этой стороне она знает себя как действующее лицо то есть несет ответственность за свои грехи сущность я воображаемое правление его мнимая его бытие не может ничем обладать она лишь подобно термометру являющимся неким измерителем для познания абсолютных все охватывающих качеств проявления и заботы необходимо сущим как бы скажем термометр не используется же для того чтобы измерять свою собственную температуру термометр используется для того чтобы измерять температуру чего-то другого точно так же вот это у нас имеющееся чувство я для познания всевышнего но он предназначен если человек воспримет свое я как некие весы то подтвердит своими знаниями идущий извне поток знаний и своими качествами действия и качество всевышнего потом же вновь вернет все истинному источнику в таком случае он попадая под обращение ман в аяте под афлихе ман закона поистине выполнить порученное и доверенное ему то есть именно то что всевышний доверил ему эти способности используют правильном направлении однако если он смотря на себя как на нечто независимое посчитает себя хозяином самому себе самая большая ошибка с чего начинается вообще с как бы сказать с детством с детства вот если человек неправильно себя пойдет как бы но фундамент что если человек посчитать себе сайт сам себе хозяином когда всю эту тяжесть жизнью плюс саму нести он раздавит его тяжесть жизни но аббатиза у нас в этом книге другом месте говорит я не хозяин самому себе а мой хозяин хозяин вселенной то есть творец и соответствует с этим уже мыслить действовать и так далее намного человеку и самому легче и пользы больше будет для него в этом и а есть однако счета если кто посчитает себя хозяином саму себя то попадая под выражение под ходом он совершит вероломство и предательство в отношении доверенного ему ведь это именно та сторона я от которого страхи отказались небеса и земля потому что заблуждение многобожие и зло исходит от этой стороны то есть началом всякого вида заблуждения является вот это неправильное использование иго это на самом деле его куда как сказать косточка всех этих неправильных убеждений и так далее потому что заблуждение многобожие и зло исходит от этой стороны если вовремя посредством сильного воспитания не склонить гору голову этого я то есть этого эго то она вырастет и проглотит человека если к нему присоединится еще и эгоизм нации то есть вредный такой национализм то он начинает противо противиться повелением творца становится в полном смысле сатаной потом сравнивая собой создание причины впадает великое многобожие да сохранит аллах и а